Здравствуйте, друзья. Приготовьтесь. Это новый отечественный беспилотник. На Буховском заводе, входящем в концерн «Алмаз Антей», развернули серийное производство беспилотников. Диктор как бы сразу отбрасывает все сомнения, что это не Шарашкина контора, это вам не хухры-мухры. Это настоящий «Алмаз Антей». На этот раз все серьезно. Добрыня и Горыныч. Под этими милыми и привычными слуху сказочными именами скрываются вполне себе грозные... Вполне себе грозный китайский «Назгул Ивок-Ф5». Скрывается под именем Добрыня. Скорость развивают, как гоночные болиды. Дальность полета с загруженной памятью более 20 километров от места запуска. Целых 20 километров. Ничего себе! Какого дрона смогли купить на Алиэкспрессе инженеры «Алмаз Антея»? Одним словом, сделано в России. Сделано в России. Как и новый «Москвич». Ровно тем же самым способом. В комплекте есть пульт управления беспилотным аппаратом. В комплекте с китайским дроном «Назгул Ивок-Ф5» поставляется китайский пульт управления «Радиомастер ТХ-12». Это как бы наше российское ноу-хау, говорит российский инженер. Чисто отечественная разработка – положить китайский пульт в коробку к китайскому дрону. Планшетный компьютер, приемник видеосигнала, даже гаечный ключ для установки лопастей в комплекте находится. Там мы даже гаечный ключ купили в Китае и положили его в коробку китайскому дрону, рассказывает генеральный конструктор по инновационным разработкам концерна «Алмаз Антей». Беспилотный летательный аппарат по имени Добрыня, первый российский для гражданского рынка, говорят на предприятии. Купил 15 октября 2021 года. Товар прибыл в течение 20 дней, пришел правильно, хорошо упакован. Не, ну точно новая разработка? В цехах предприятия полноценный конвейер. Облегченный защитный корпус печатают на 3D-принтерах. Тоже собственные разработки. От изготовления внутреннего модуля управления до полной сборки устройства проходит не больше получаса. Да, 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 да. Да, вот эти чисто славянские надписи «Danger», «Warning», «Caution» – они как бы подтверждают, что и 3D-принтер, и все остальное оборудование – чистейшего российского производства. Российский квадрокоптер собирают из комплектующих собственного производства. От самых простейших деталей, как, например, пластиковые лопасти или карбоновые элементы корпуса до сложных механизмов и деталей. Вот, например, плата контроллера полета, по сути, мозги квадрокоптера или двигатели его. Плата управления полетом тоже, как вы догадались, чисто российского производства. Ну, то, что она называется «Спиди-Би-Ф-405-В-3-БЛС» и строит 4478 рублей на Алиэкспрессе – это чистое воды совпадение. И дискредитация российской армии. Добрыня – гаджет высокого полета. Забраться может и на 3 километра, если потребуется. Да и прыть, и богатырь немалый. Скорость – 120 километров в час. Вот такими буквами хвастается российская пропаганда. Тем, какие дроны умеют делать в соседнем Китае. Как только не проверяли Добрыню на прочность, запускали под палящим солнцем, заставляли крутиться в огромном морозильнике. Сейчас устроим Добрыне полноценный холодный душ. Холодный душ сейчас устроим доверчивому телезрителю. Пусть посмотрит на прогнившее, покрытое плесенью плентуса Алмаз-Антея. Снова и снова дрон запускают в дождевую камеру. Сейчас здесь, по сути, тропический ливень. И в таких условиях, как видите, он работает нормально. Ну, как вы видите, китайские дроны вполне себе нормально умеют летать под дождем. А вот ремонт в помещениях Алмаз-Антея последний раз был в году, это к 80-м. У нас вот реально серийное производство массовое. Я надеюсь, что это будут не тысячи, а больше штук в месяц, которые мы будем делать. Оцените, как специалист держит в руках паяльник. Мы совершенно спокойно можем работать, сделать то, что в принципе и можем делать, и дешевле, и лучше, и обслуживать проще. В самом деле, что может быть дешевле и проще, чем покупать у Китая дроны за 21 тысячу рублей? Перепродавать их российской армии по 130. А потом вот с таким вот видом ходить перед камерой и гордиться, что мы независимые. Мы, значит, разработали отечественную разработку. Воровать, свистеть и гордиться. Это флагман оборонной промышленности Алмаз-Антей. Некий Дабуламанзи передает привет военнослужащему Ивану. И говорит, чтобы он не переживал, не отвлекался от поставленных перед ним руководством боевых задач. Дабуламанзи как бы говорит, ты не переживай, братан, я прослежу, чтобы с твоей девушкой все было нормально. Это республика Коми. Депутат вышел на трибуну предложить повысить выплаты участникам спецоперации. Так ему сразу же отключили микрофон. Топали ногами и устроили аплодисменты. Спасибо. 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 Лучшая помощь это аплодисменты. Посмотрите, это жители Германии замерзают без российского газа. А нет, извините, это не Германия, это город Омск. Когда это все началось, он с своими ребятами, знакомыми тоже, которых, да, контрактников, забрали туда на спецоперации, он с ними как-то там, ну, связь держал, по телефону поговорил и сказал, что мои ребята там, которые пойдут туда. Я ему говорил, что Ваня, подожди, подожди, Ваня, не спеши, давай пусть там все наладим. В России как-то все не очень же получается. Я отговаривал его полным, а он просто так и сказал, что я не смогу. Пацаны там, я тут. Мы приняли всех своих друзей, всех знакомых там в Белгороде, там все, что только могли, посоветились. Мы нашли его у Белгороди Вани, потому что Ваня был неопознаваемый. Такой же добрый, как и он, футболист. Сейчас благодаря, ну, как, ну, можно сказать так, благодаря Путину будет заниматься в школе «Зенита» в Петербурге. Спасибо, Ваня. Спи спокойно. Спасибо, Ваня. Спи спокойно. Твой сын, благодаря Путину, будет учиться в школе «Зенита».